Как создать чат-бота в Telegram? Разберем в этом видео вместе. Поехали! Привет! Меня зовут Владислава. И сегодня я вам расскажу о том, что такое чат-бот и как самостоятельно создать чат-бота через Botfather. Боты в Telegram – это такие специальные аккаунты, которые позволяют выполнять множество различных функций в автоматическом режиме. Существуют боты, которые используются для автоматизации бизнес-процессов, продаж, сбора и обработки заявок. Их используют различные интернет-магазины и другие коммерческие аккаунты, которые занимаются продвижением своего бизнеса в Telegram. Как же работает чат-бот со стороны пользователя? Пользователь вводит в чате соответствующую его запросу команду. Далее команда передается на сервер, запрос обрабатывается и сообщение после этого выводится на экран. Возникает вопрос, а как же все это устроено и как же создать такой бот? Давайте перейдем к его созданию. Заходим в Telegram и вводим в поиски бот-фазер. Нажимаем «Начать». Предлагается множество разных настроек. К ним мы вернемся чуть позже. Для начала нам нужно выбрать «Нью бот». Нажимаем данную команду. Бот сообщает, что теперь нам нужно придумать название для своего бота. Название можно писать на русском языке. Мы запишем «Advance Shop Bot». Отправляем. Теперь перейдем к уникальному названию нашего бота. В конце обязательно добавляем бот. Наше название будет «Advance Shop», нижнее подчеркивание, нет бот. Вставляем его и отправляем. Если такое имя уже существует, вам придет сообщение о том, что необходимо изменить имя. Если имя уникально, то бот напишет сообщение, которое вы сейчас видите на экране, о том, что бот создан. Проверим его видимость в Telegram. Вводим наше уникальное название. Заходим и смотрим. У данного бота нет иконки. При нажатии кнопки «Начать» ничего не происходит. Нет описания, нет информации о боте. Поэтому для того, чтобы создание бота было полностью завершено, нам необходимо вернуться к настройкам, о которых я говорила ранее. В боте есть две основные команды. Это «New Bot», которая позволяет создать нового бота. И «My Bots» — это редактор настроек ваших ботов. Посмотрим, как это работает. При нажатии на эту команду открываются боты, которые ранее уже нами созданы. Далее вы можете выбрать нужного бота и настроить его. Либо перейти в раздел «Всех команд» и настроить бота там. Мы воспользуемся вторым вариантом. Помимо двух основных команд, у бота есть шесть команд для редактирования. С помощью «Set Name» вы можете отредактировать имя бота. «Set Description» — это короткое описание вашего бота. Укажите, какие функции будет выполнять бот. Можно написать пару слов о разработчике или о том, кому этот аккаунт будет полезен. Допускается не более 512 символов. Попробуем добавить описание. Мы нажимаем «Set Description», выбираем нашего бота и вставляем заготовленное нами ранее описание. Данная настройка успешно завершена. Мы можем перейти к следующей настройке. «Set About Text». «Set About Text» запускает редактор информации о боте. Информация отображается в его профиле и содержит максимум 120 символов. Добавим информацию для нашего бота. Нажимаем, выбираем бота и добавляем заготовленную ранее информацию. С нами ты узнаешь все об онлайн-продажах и интернет-маркетинге. Данная команда также успешно добавлена. Мы перейдем к следующей настройке. «Set User Pick» — это редактор фотографии и профиля бота. Фотографию можно как добавить, так и отредактировать. Размер фотографии и профиля должен быть не менее чем 200 на 200 пикселей. Желательно загружать квадратные изображения. Загрузим фотографию для нашего бота. Фотография загружена. И теперь мы перейдем к следующей настройке. «Delete Bot» — это команда для удаления бота. Мы пока ей не будем пользоваться. Следующая команда — это «Set Commandos». Это установка команд, которые будут поддерживаться ботом. Чтобы начать этот процесс, необходимо ввести «Set Commandos» в чате. Вводим. Выбираем нашего бота. И вводим команды, которые будут отражаться в нашем боте. Важное уточнение, что сама команда пишется с маленькой буквы, а описание к ней пишется с заглавной буквы. Отправляем. Этот этап завершает процесс создания. Проверим, как наш бот отражается в Telegram теперь. Вводим его имя в поиске и переходим в бот. Мы видим иконку профиля, которую добавили ранее, описание, которое пользователь видит, как только открывает чат. А при клике на иконку нам открывается информация о боте. Далее мы видим меню с функциями, которые мы добавили ранее — маркетинг и селлинг. Мы проверили, как наш бот отражается в Telegram. На этом процесс создания бота завершен. Поздравляю! Теперь вы можете пользоваться созданным ботом. Добавить его в свой чат или канал. Заниматься продвижением, публикую ссылки на форумах. Мы разобрали с вами, как создать чат бота, какие есть команды для настройки бота, и как пользоваться командами редактирования бота. Надеюсь, вам было интересно данное видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч!